здравствуйте друзья добрый вечер я знаю у нас на канале народ любит что-нибудь веселое мотивирующее потому что неприятных вещей у каждого человека в жизни и без нас хватает ну поскольку блог у нас такой и я рассказываю о том что в моей жизни происходит и вот такое дело что тема сегодня у меня в голове так пульсирует умер человек с которым мы учились в институте в одной группе он старше был на год перевелся с вечернего с потерей года и пришел к нам на второй курс когда мы были на втором курсе вот он к нам присоединился и соответственно четыре года мы вместе учились на одном потоке я был в группе номер два а он был группе номер один и мы так вместе там ну как студенты где в колхоз там вместе где какие-то там сельхозработы часто бывали такие непродолжительные потом мы закончили институт и оказались на работе в одном учреждении центральное конструкторское бюро министерство связи цкб и я работал в отделе номер три который занимался передачи данных а он работал в отделе номер пять который занимался электропитанием установками электропитания для систем связи знаете бывают передвижные там которые от дизеля запитываются бывают такие что с вертолетов забрасывают там где-нибудь они антенку выстреливают соответственно там ночью это целый мир системы питания электропитания для приборов и систем связи это очень очень большая тема вот он там работал и сколько мы года три-четыре вместе проработали в этом конструкторском бюро и потом столкнулись здесь в америке уже мы переехали из сан-франциско вот немножко южнее сюда где мы с вами находимся сейчас в кремниевую долину ну тут рядом собственно тут может 40 минут езды но мы до этого жили в сан-франциско а он приехал чуть раньше нас и жил вот здесь пола-алта и там и работал так вот инженером электронщиком работал как-то больше по той части чем я раньше занимался так он ушел от систем питания побычу нормальную электронику и ну и поскольку мы приехали значит мы мы знали что он тут нашли его и приходим к нему домой в гости значит а его нет жена говорит сейчас придет и он бежит радостный такой с с галоном водки на такая стеклянная бутылка там галон но почти четыре литра вот как молоко в таких же точно вот он бежит значит со стеклянной этой бутылки в ней галон водки и когда до него дошло что водку не пьем со светой и он прямо искренне как-то огорчился так как тоже настроился там гостей принять у него такая компания была веселая они любили выпить вот и такие шумные веселые дружелюбные общительные люди и вокруг него вот как бы собирался такой народ в пятницу сегодня вторник вот в пятницу похороны я пойду на кладбище не буду там снимать конечно просто я думаю соберется много народу которых я редко вижу ребята тут очень много выпускников с нашего курса здесь очень очень много людей из института связи мысли мои такие были что как бы ровесники наши но вот мы как-то с одного курса я начал вспоминать что происходило с теми кто с нами в школе учился с теми с кем мы в институте учились получается так что из школы был парень лет сорок восемь умер я даже не знаю чего так хорошие мы с ним дружили в походы вместе ходили программистом вот умер еще одна женщина недавно совсем уже моих лет примерно вот нынешних у нее ребенок погиб дочь взрослая и она не выдержала этого дела и покончила со мной тоже бывает вот двое что еще сказать в школе мы когда учились на в младших классах в средней школе я помню паренек у нас был как сейчас помню хорошо утонул сколько ему было 11 12 на лето поехал там деревню бабушки там утонул но когда люди погибают вот в таком возрасте как бы абсолютно преждевременно невероятно это все такое шоковое и ты понимаешь что произошло что-то невероятное и абсолютно ненормально и тогда а когда человек умирает и ему 60 и ты с ним как бы одного года но мне еще нет 60 будет меньше года осталось вот сегодня кстати 28 июля у меня в апреле значит 9 месяцев вот через 9 месяцев будет 60 лет и и думаешь ну да ну когда даже должна начаться вот наша цепочка по одному и еще раз я не как бы сказать я никуда не собираюсь сам пока нет не то что у меня мысли какие-то на этот счет но просто я хочу сказать что не радостно и в общем как-то это все на на сознание давит и его очень многие знали ребята вот мы сегодня тут все перезваниваемся и люди которых там очень несколько лет не не общались мы частенько встречаемся когда какие-то юбилеи начинаются вот допустим как пошла полоса мы вот скажем все пятьдесят шестого года пятьдесят пятый пятьдесят шестой и вот начинается полоса там не на этом 40 лет вот там течение года там всем 40 лет там прошло 10 лет спотчем течение года всем полтинник ну и вот как раз мы сейчас вступаю в полосу когда там течение года всем там 60 вот мы встречаемся когда какие-то юбилеи вот мы не так часто видимся в общем такая не веселая сегодня тема ну просто потому что я как-то под впечатлением этого всего и и свет тоже мы мы очень давно все знакомы эти вот мы знакомы там с 18 лет с 18 с 19 то есть мы знакомы 40 лет такая вот такая вот история ну что сказать я на этом наверное закончить там дальше развивать не буду и может быть концовка такая будет у меня что давайте мы давайте мы сознательно будем стараться вот как бы больше времени больше внимания людям уделять пока они живы я не говорю там про старшее поколение что само собой там родители это даже даже слов нет это вообще абсолютно другой разговор но просто просто люди вокруг нас давайте и когда мы на них обижаемся и когда мы сердимся и когда мы недовольны чем-то и так далее вот знаете есть неоспоримо перевешивающие обстоятельства вот этих всех каких-то может быть не 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 самых радостных моментов и вот это неоспоримо перевешивающие обстоятельства состоит в том что мы все живы живы и в хорошем как бы ну относительно там с возрастом состоянии и в общем мы можем встречаться мы можем поболтать мы можем посмеяться мы можем вспоминать чем помечтать даже можем тоже человек не перестает мечтать ни в каком возрасте может быть а разным мечтает вот и я вот призываю к тому чтобы пока мы все есть вот я не знаю перезваниваться почаще может быть встречаться почаще Лайки какие-нибудь ставить Смайлики посылать Ну, в общем, как-то так Проявлять внимание Я думаю, что Внимание человеку нужно только пока он жив А когда уже нет человека Чего ему Внимание Такая вот мысль И такое предложение Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok